Приветствую вас в 17 части прохождения Crusader Kings. Ну, самое, наверное, полезное, что мы можем сделать за этого правителя, который не может пользоваться интригами, это застроиться, продолжать застраиваться по уши. В принципе, нам это и не надо, никаких штрафов от себя не несет. Тут мне интересно, а войну, если я объявляю, у него тоже будет стресс? Вроде нет. Ага, то есть войну объявлять это справедливо. Ну, вообще, псих, конечно. Ну, ладно. Ну, Федору тут выбор либо амбиции, которые дают мнение о Сюзерене, минус 15. Но это, получается, его мнение о Сюзерене, но у нас-то Сюзерена нету, или мнение моих вассалов обо мне. Но вроде бы это мнение мое, так что амбиции оставим. Нифига, кто-то хочет убить мою императрицу-мать престарелую, 72 года. Очуметь. Ну, поскольку я не могу интриги вести, пусть это тогда противостоит им. Советник. Так, а что за титул я могу интегрировать? Мне, походу, что-то опять досталось в наследство. Мне тут даже много всего досталось в наследство, скажем так. Слушай, а, ну да. А тут разве? Да, тут что-то было, короче, и все равно оно мне в наследство. Ну, короче, круто. Вы можете передать. Или я его просто вассализировал, не знаю. Ну что ж, Федор вступает во взрослую жизнь. Он хозяин паутины. Почему-то интрига на 4 звезды у меня все никак не доходит. Но зато 23 это отличный показатель для интриги. Я бы, в принципе, тайного советника мог заменить как раз на сына. Ну да ладно. Все, по наследованию он все получает, все отлично. Отряд ирландских крестьян. Интересно, это тоже наемники. И что, я никаких подробностей отряда. А кто у них там в отряде-то? Ладно, давайте наследника вот на этой, что ли. У нее миловидность, плодовидность плюс 10, привлекательность плюс 10, дипломатия плюс 1. И сильное тело. Мне кажется, классно. Е-11, ему 16. Ну как раз мне сейчас, ну я не тороплюсь, наследников делаю. Так что отлично. Будем собирать уже эти черты. И скоро тут признание, кстати, у меня подрастет. А, нет, еще надо 3000. Ну ладно, вот это вот. Все равно шанс у наследователь плохие минусы. Шанс новые плохие тоже минус. Вот это вот прокачаю, наверное. Так, в управлении я могу открыть новое. Это самое. За влияние смысл. Я не могу интриги плести. Так что стоимость строительства, наверное, либо сборщик налогов. Давайте стоимость строительства. Я очень много не снимаю, что я застраиваю. Просто потому что, ну иначе это будет сплошное видео о том, как я тут что строю. В общем, вы учитывайте, что я построил тут замки. Везде стараюсь построить. И города с храмами везде, где только могу. Но если город и храм уже есть, тогда я строю замок. Да, охот плюс 44. Кстати, мы немного выровняли. Подняли. Даже несмотря на то, что еще управление я ничего не прокачал. Так. Я могу кого-то выпустить. Но нафиг это нужно. Нужно, наверное... Так. Нужно, наверное, разобраться с теми, у кого есть претензии. Это звать претензии? Есть. Изгнать? Нет. Не хочет, зараза. Ни хрена. А если изгнать? Ну, у него там претензия мелкая на какое-то графство. Короче, просто изгоняю. Нахрен он мне нужен. Сейчас посмотрю, что с остальными можно сделать бунтовщиками. Какие у него претензии? Графство в холмогород. Это мелкая претензия. Так что тоже изгоняю. Там, конечно, мнение портится из-за этого. Королева. Ну, а что делать? Что делать? Нахер она? А вот у нее уже много претензий. Изгнать? Нет, не получается. Ладно, давайте попробуем, чтобы она просто отозвала претензии. Так, а этот придурок? Это отозвать претензии и изгнать. Тоже не хочет изгнать. На графство тогда изгоняем его. Много, конечно, штрафов. И так уже получаю. У него до хрена претензии еще. Великий князь. Могу его и претензии отозвать и изгнать. Пошел нахрен. Вот смотри, злой злодей. Неразумный злодей. Они все тут такие, падлые. Так, зачистил ряды. Правда, получил много тирании. Рюрикович какой-то. Нахер нам нужен. Ну вот, у меня, например, все равно есть кого-то выкупить за бабло. Но я, если договорюсь об освобождении, я не вижу тут. У него никаких... Ну, короче, у него ничего нету. Влияние мне ничего не даст, потому что не могу манипулировать. Короче, да, выкупаю тогда. Сейчас посмотрим, кого еще могу. 50 соперник. Тоже казнить не могу. Ладно, выкупаем. Ну, хоть деньги получим за этих придурков. Там остальные мелкие сошки. Я вроде всех как раз с королями разобрался. Хотя вот еще какой-то. У него претензий нету. Так. Пусть платят бабло тогда. Все, обсудим, да. Так, великий князь. Тоже у него нету ничего. Пусть платит просто бабло. И этот пусть платит. Все. Так. В отлучении король. На хрен он нужен. Могу его в тюрьму заключить. Ну, нафиг. Опять же. Патриарх меня не поддерж... А, с этим старым советником я наладил отношения. Давайте с патриархом. Сделаем то же самое. На, опять стресс. Конечно, это... Проблемно. Так, а где религия-то не та? Что им... А, вот здесь. Могу охоту созвать. Ну-ка. Отлично. Давай с патриархом. Пусть патриарх нанесет как раз с ним. Так, и пир могу устроить. А, не позволит снизить стресс пир. Да, потому что я застенчивый. Все, с патриархом, кстати, отношения наладил отлично. Золото угловой конфессии прошу. Кстати, сразу смог попросить, как только я храм еще один построил. Причем на паузе. До этого было нельзя. Не знаю, совпадение или как-то храмы влияют еще. Скорее всего, совпадение, конечно. Ну, вот опять же, он мне дал золото, и я опять строю на это что-то. Так, какого опекуна она получит? Ну, а что она изучает? Ученость. Нужна больше не беременна, ничего страшного. Так. Какой-нибудь ученый нужен он, брат, пусть. Смотрите, у нас доход опять почти 50. 50 доход, 50. Это при том, что мы еще... Ну, тут колеблется, но я думаю... Ух ты, меня кто-то хочет убить, охереть. Охереть. Опасно. Могу уединиться, кстати. За престиж, но ничего страшного. За престижи до хрена. Так, новая строитель... Новая, ну... Вы поняли? Давайте время строительства. Чтобы быстрее золото начало получать за здание, за замки. Так, помолвленные могут пожениться. Подожди, а что это? Я минус престиж получу. А кто она? Она никто. Ну, а смысл тогда? Ваш брат, нафиг. Или что, или пусть. А, пусть, ладно. Он все равно не наследник. Ух ты, 58 денег тем временем. Ни хрена. Это за какие такие дела? Так, меня тут грабить пытаются. А вассалы что, не хотят этого? Вроде вассала, да, защитили уже? А, нет, какая-то нейтральная армия защитила. Да. Так, опять кто-то может пожениться. Опять же Византия. Отлично. Кстати, да, мне надо прочекать все-таки. Придется, что у меня там по стрессу, но я думаю, я переживу. Так, первый наследник, это кто? Это какая-то другая. Другой наследник какой. Короче, если это так очурится. Во, ваша дочь. Тут другой наследник будет. Короче, мне надо от этого убить, во что бы то ни стало. Да, 35 стресса, ну а что делать? Правда, и меня кто-то пытается замочить. Им придется в это вложиться. Сколько это стоит, кстати? 68, давайте. Так. И еще надо будет кому-нибудь подкупить. Какие тут все честные, ты посмотри, охренели что ли? Никто не хочет его убить, но мне сейчас... Сейчас я с происки на себя разоблачу и... А, вон, мой соперник вассал планирует. Понятно. Тут у меня 3 года есть еще на убийство вот этого наследника. Опа. 75, конечно, давай, участвуй в происках. Опа, все, отлично, 95, 95. Безбожная продательница, нет, спасибо. А, происки все, прекратились, да? Ну, отлично. Блин, охренеть мне Византия достанется. Вы представляете, что это такое? Так, все или ничего, рискуем. Ну, да. Не повезло, ладно. Блин, хоть бы получилось, охереть мне. Византия достанется. Все, тогда финансовый вопрос я решу. Правда, у нас другой вопрос туда встанет. Но это будет охереть. Вы представляете, какая у меня будет махина? Плюс 62 у меня доход. Я сам в уроке. Ну, то есть, я говорю, я огромное количество всего тут застраивал. Ладно, пока деньги не буду тратить. Вдруг понадобится. Еремей. Так, там с наследниками все в порядке, да? Через 2 года смогу еще авторитет поднять. Но пока, ладно, пока не до этого. Так. Блин, еще 35 стресса. Опасненько. О. Рост развития, давай. Кстати, какое тут развитие-то в Киеве? Киев. Развитие 14. Отлично. Добродетельный, боязливый. Давай, да, на пир. Давай, подружим. Придумываю предлог и растворяюсь в толпе. Вот что значит. Ни хрена жену хотят убить. Охренели что ли? Какие, блин. Ух ты, у меня тут острова. Вообще, кок у меня всего. Так, ну давай. Пять месяцев осталось. Свойства душа компании. Дипломатия, интриги. Все при нем. Все при нас. А кому-то зачем королеву? Ах ты, сука. Раскрыто существование происков. Снизился шанс. Подожди, вот сейчас будет жара. Сейчас надо будет все равно до хера бабла вбухать. Это того стоит. Это Византия. Византия будет нашей. О, 95 из 95. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Хорошего аппетита, Андроник. Должно быть он что-то съел. Ну, самогон опился, короче. Я бы, что, я при чем тут я? Я бы хотел отравить, отравил бы. Так, первый наследник. Есть. И у нас матрилинейный брак при этом. То есть, блин, она, это вопрос времени. Теперь, когда Византия перейдет мне. Но, конечно, тут есть нюансы. Ой, я могу зурпировать малую Польшу. Ни хрена. Тут есть нюансы такие, что... Могут ее убить. Может она умереть по естественным причинам. Это дочка. Могут там придворные всякие. И что угодно устроить. Короче. Да, много всего может быть. Так, слишком много герцог. Да, блин. Малая Польша придется кому-то отдать. Так, а кто тут у меня правит-то? Мудрый, жуткий. Стервятник нет. Неразумная стервятница. Фанатичная боязливая. Стервятник. Трусливый мыслитель. Ну, так он же трусливый мыслитель. Так. Ну, фанатичная боязливая, может быть. Что значит фанатичная? В общем, ей отдал. Надеюсь, она будет фанатична мне, благодарна. О, попросить золоту главы конфессии. Шикарно. Шикардос. Пока все складывается. Тьфу-тьфу-тьфу. Ой, подожди, я совсем забыл. Я бурхи сейчас скоро исследую. Через пять месяцев. Пока деньги даже можно подкопить на то, чтобы в столицах там застроиться по уши. Так. Оп. Так, что тут у нас по религии? Где-то ересь, как всегда. Но довольно все относительно неплохо. Все, бурхи исследованы. Так. Кстати, вот бойницы, это очень круто. Содержание профессиональных полков минус пять. Да, потому что они жрут до хрена. Тут, конечно, размер профессиональных полков и максимум профессиональных полков. Но пока не до этого. Короче, я бойницы исследую, как можно быстрее. Потому что мне важно снизить, да, стоимость содержания. И вот теперь момент истины уже. Ну, кстати, вот в военной академии тут затраты золота на содержание армии. То есть в армию входят и наемники. А наемникам же не нужно постоянно платить. Их только один раз нанимаешь. Но тут еще есть содержание профессиональных полков. В принципе, да, мне кажется, профессиональные все-таки их больше, конечно. Надо кузницы, да, строить. Мое мнение. Если прям будет у меня дохерищи денег, тогда я просто потом сменю на что-нибудь еще. Так, в Новгороде, кстати, я тоже могу это. Не понял. Герцогство не принадлежит мне, Нижний Новгород. А, ну у меня получается, да. А, я могу создать его. Вот если я создам, тогда получается могу, да, тогда создаем. У меня сразу же тут, видите, много слишком титулов. Но это не проблема, ладно. Кузницу начинаю строить. Тогда надо отдать кому-то Переславль. Ну тут бездумный авантюрист, конечно, он поднимет против меня. При любой возможности. Вот это неразумный сострадательный. Тоже неразумный сострадательный авантюристка. Нет. Нужно на какие-нибудь трусы или лизоблюды. Вот тут есть какой-то червяк. Бисексуал. Давайте ему. Ваш кузен. Отлично. Так, получается, я... Мне еще Слуцк принадлежит, но я там не могу ничего построить. Мне нужен какой-то, короче, город, какая-то столица. Надо у кого-то что-то отжать. Вот типа вот этого что-то. Типа Смоленска. Или Козелецк. А, нет, Козелецк. Тут, видите, мало. Значит, мне нужно что-то типа Киева. Вот посмотрите, сколько в Киеве. Тут шесть владений. Это очень круто. Слуцк. Тут Галимая получается. Ну, он маленький просто. Мне нужно какую-то... Найти столицу, где тоже будет шесть вот этих. И ее на себя переоформить. Прикол. В Константинополе только почему-то один замок. Но это... Это, наверное... Хотя я вот смотрю, у них в других поселениях очень много всего. Ладно, давайте... Блин, Козелецк тоже мелкий получается. Так что, короче, Москву возьмем себе, наверное. Либо, блин, тут что-нибудь сразу посмотреть. Может, тут поблизости есть что-нибудь? Да, чтобы было удобнее оборонять. В принципе, кора стени вот тут есть. Кстати, у меня прикол. В столице арендует арендатор Великий Магистр Тифафт. А. Мало они платят, блин. И нихрена у них тут нету. Я даже отнять не могу без стресса. Так, ладно, придется нашего епископа запрячь подделать претензию на Смоленск. Хотя, ладно. Ладно, короче, потерпит, наверное, пока. Ну-ка посмотрим на наследников. О, другой наследник уже, как я и говорил. Видите, там что-то, по-моему, изменилось. Или они просто визуально выросли, изменились. Не поймешь, но все равно там матриархальный... Правильно, брак. Принцесса Всеслава. Что, другого сына у него убили, что ли, или что? Странно, ну ладно. А, подожди, вот ваша дочь. Подожди, мой император уже на престоле, все. Все отлично. И даже его наследник, там тоже моя дочь. Хотя, может быть, и не отлично, потому что наследник-то другой показан, а не моя дочь. Ну, хрен знает, ладно. Придворная пыталась убить жену. Так, в управлении еще что-то. Давай, эффективный сбор налогов, конечно. 61. Тайный советник. У нас хорошее отношение, я не думаю, что меня отравят. Персонаж Ефимий. Патриарх, кто-то хочет убить. Так. В общем, давайте на охоту съездим, потому что стресс растет. Обучение браконьеров. Все равно стресса много. Уединиться давай. Вы получили свойство основы охоты, кстати. Что это? Доблесть плюс два, снижение стресса плюс десять. Да, со стрессом это актуально. О, попытка убить меня, известный преступник. Он и другие поднимут витеж. Ну, пусть поднимают. Сейчас заодно протестируем. А, у меня получилось его заточить. Не, он меня убить хотел. Ты давай без стресса. Потерять 52 стресса, отлично. А что я еще могу сделать? Договориться об освобождении, позвать претензии и... Он претендует на графство, а хотел замочить меня, охренеть. Короче, казнить. Стресс я потерял, потому что это справедливо. Да, вот это мой персонаж считает справедливым, отлично. Там, да хрена я тут. И в Смоленске уже построил, и в Москву. Хоть они и не мне принадлежат, но тем не менее. Кузнеца, кстати, построила здесь. Внутренний двор замка. Это, ну, это из какой-то еще более. Так, давайте, кстати, посмотрим, как изменится доход, когда в Нижнем Новгороде еще кузнеца построится. Осталось-то 5 месяцев. 64,5. Мне просто интересно. Но сейчас-то, по идее, я за гвардию мало плачу. Война за свободу, ладно. Византия. Я надеюсь, они сами справятся. Там какие-то лохи. Вроде бы. Так, у меня 67,9. 68,5. О, 68,5, да? 67. Ну, короче, да. Насколько-то, кажется, жизнь увеличивается. Попросить золото в главной конфессии, конечно, просим. Еще какая-то коза. Пыталась убить члена семьи, пускай. Она сбежала. Это в отлучении. Из-за отлучения не буду я его сажать. Кому там проигрывает Византийская империя? О, понятно. Что-то их там до хрена. А я могу его, типа, похитить? 10 стресса, но этим можно пренебречь. Ну, ладно, короче. Жи, это тоже мои земли? Вроде нет. Ну, короче, да. Мне придется. Ну, не то чтобы придется, но... Лучше вмешаться, конечно. У меня тут территория растет, сама собой как-то. Прорастает. Просто уже сильно династию расширил. Ну, давайте попробуем сейчас немножко армию собрать. Хотя, конечно... Не этого я... О, нет. Я не смогу. Я не смогу им помочь. Ну, хотя... Смотрите, я что могу сделать. Сейчас половину армии просто распущу. Так, объедини. Половину. Короче, половину я распущу. Жи, это не вся же армия. О! 16 тысяч. Так-то лучше. Так, теперь могу повоевать. Давайте в эту... Византию. Не, не. Давай без... Ну, хотя ладно. Блин, по морю, зараза. Ну, тут до хрена вражины. Надеюсь, что у них там лоховские. Так. О, не. Они мне еще меня избили. Гитайры. У них прям много всех. Ну, видимо, да. Это то, о чем я говорил. Они не хотят отдавать корону мне. И против него у вас бухали, а поэтому... Хреновенько. Ну, их слишком много. Тут уж ничего не сделаешь. Так, а я могу священный орден, интересно, нанять? Не, это не считается. Война за свободу. То есть они хотят отделиться от Византии. Подлецы. У меня кто-то хочет замочить. Офигеть. Не прошло и года. Так, кажется, это начала выигрывать потихонечку. Ну, у них тоже там столицу, будь здоров, захватывают. Давай потихонечку подойдем туда. Я не знаю даже, каким образом они побеждают. Но я сейчас попробую Масаду там немножечко прервать. На холмы можешь их как-нибудь заманить. Опа, идут, идут. Ну-ка. Да, в браке с моей этой самой... Блин, они сейчас столицу захватят. Придется мне попробовать. Неминуемая поража... Знаю, что делать? Ну, я попытался. Хотя бы. Ну да, Византия сейчас проиграет, конечно. Так, графство Киев, народное мнение. Давай вложимся в Киев. Я могу, в принципе, конечно, всю армию попробовать собрать. Для Византии. Попробуем. Сараза. Расходы, конечно, колоссальные. Ну, почти у меня все восполнили. Сейчас чуть-чуть еще подожду. Ну, там уже эта столица падет. А, она и пала, да. Ну, я сейчас отобью, если они уйдут в другие места. О, повезло. Они там что-то тоже захватили. Пока суть до дела. Так, у меня все полностью профессиональные. Маршал-то у меня крутой хоть. Или вот этот круче вашего оссал. Ну, пусть он-то да. Пойдемте еще раз. У меня времени-то мало. У меня минуса вон какие. Попросить золото у главы конфессии. Блин, проиграла Византия. Не успел. Узурпировать титулы. Узурпирую. 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 Маи на престоле. Так, у меня, конечно же, ересь тут где-то прирастает. Так, княжество Терау. Бесчестные, жуткие. Нет, надо каких-нибудь. Добродетельный, боязливый. Вот. Так, еще Карелия. Ну, тоже пусть ему. Добродетельный, боязливый. Смотрите, почти 70 у меня доход. Отлично. Так, а вот я выпускаю, требую обращения. И еще кого-то могу завербовать. Давай тоже. Нахрен они мне нужны, там. Сидят на госбюджете. Ваш вассал, князь Елисей Третий, создал младшую линию плей. Полотк. Мыслитель меня приглашает на пир, окей. 70 доход. Так, когда вассалы умрут, держава потерять землю. Но, смотрите, я могу четвертое принять. Абсолютный авторитет короны. Конечно, минуса к отношениям. Ну, а что делать? Вроде со всеми более-менее отношения. Принимаем. Посмотрим. Так. Лизоблюд отлично. На пирушках потусуюсь. 75 доход. Ну, не прям жесть, конечно, но так. Так, какой-то придурок. Против меня происки. Я попробую его в тюрьму. Он сбежал, естественно. Ладно. Держава уже не должна потерять землю. Не знаю, что мне тут высветилось. Потому что я закон принял соответствующий. Ну, пофиг. Ну, вот как я говорил. Я, видите, не успеваю. 151 год. Уже. И я не успеваю к нашествию монголов. Если оно, конечно, будет. Надо посмотреть, что там у них. Может, оно будет позже. Вроде пока ничего такого не вижу. Управляющий сдох. Это хреново. Так, в управлении еще что-то получаю. Народное мнение отлично. Охренеть, сын. Наследник планирует убийство. И цель я. Ты че, блин? Тихо. Блин. Да вы че? Подожди, а у меня есть еще наследники что-то какие-то? Нет уже. Федор. Византийская империя. Ну. Короче, не знаю, что он. За хрена ему меня убивать. Но, видимо, садист. Че с него взять? Золото главы конфессии. Могу попросить. Прошу. Блин. Я его не хочу в тюрьму заключать. Это жесть. Мне за него играть еще. Блин. На управляющих прям текучка. Ой. А я могу создать титул королевства Кемаки. Охренеть. Не знаю, что он даст. Но создам. Хотя они же, да. Они там деньги могут давать. Все. Создал. Титул королевства. Титул королевства. Титул королевства. Создал домены. Это такое ситуационное. Видите. У меня уже правитель. Сколько он? 54 года. Ну, смысл. У меня сейчас портит отношение отбирать что-то у вассалов. Чтобы вот здесь получать какие-то копейки за эти домены. Ну, или не совсем копейки. Но все равно. Нет. Это такой гемор. И потом опять кому-то отдавать. Это того не стоит. Тем более тут есть такой эффект, что если вассалы, например, или там советники, да, хорошо относились к моему отцу, то лучше и ко мне будут относиться. Так что нет. Блин, сына придется тайным советником назначить. Ну, все, мне кирдык. Ой, блин. Ладно, давайте другого кого-нибудь. Это он реально меня все замочит. 75 доход. Так, новое достоинство управления. Архитектора. Отлично. Время минус 15, стоимость минус 10, стоимость владений минус 10, строить. Да, отлично. Так, еще какие-то мудайки. Фракция свободы. Хочет снижения авторитета короны. Ваш вассал, мыслитель. Но мыслитель не самое... Безбожный идеал, алчный негодяй, вероломный авантюрист. О, а сфабриковать рычаг влияния на него. Стресс, конечно, я получил. Ну, а что делать? Давайте поохотимся. Ладно, поищем врача. Нет, только лишь 16 у него. Бред. Оба кандидата лоховские. У меня тут был кто-то с 19, по-моему. Вот. Да е... Раскрыть существование происков, претендовать на трон державы, цель ваш персонал. А, ну то есть просто, что кто-то мутит воду. Лады, разберемся. И не таких обламывали. О, в древе династии могу. Шанс у наследовать плохие, новые плохие. Ну да, давай, наверное, либо ежемесячное управление, нет. Ладно, давай сильная кровь. Просить золота у главы конфессии, прошу. Сколько мне лет, 57, могу... А, у него недостаточно золота. Ну ладно, орден. О, могу ордена 750 золота. Давай. Опять же, уже на этот раз точно. Мы запомним. Выплатить займ? Не, нафиг. Культура бойницы открывает. Отлично, это еще больше денег. Означает, потому что меньше на 5% профессиональным полкам я буду платить. Бронированные всадники мне вообще не нужны, потому что у меня дружинники чуть-чуть получше. Я тогда дворцовые солдаты, то есть больше гвардии у меня стало, буду форсировать. О, попытка убить меня, великий князь. Ваш вассал охранял, что ли? Конечно, в тюрьму. Ты что, чепушила? Я у него могу отнять титулы, в принципе, два. Либо я его просто могу изгнать. Алчный негодяй. Изгнать. Пусть его титул тот другой получит. Великий князь. Митрей. Бросьте темницу. Охренел. Мыслите. Зазвать претензии. Или изгнать. Изгоним. Естественным путем у нас останутся только лизоблюды и трусы. Великий князь Кирилл получит обоснованную претензию на царство России. Охренел, что ли? Ваш вассал. Ты что, великан? Ты что, в голову ударила? Так, ну придется, да, на стресс пойти. И замочить его. Так. Пока никого не могу пригласить, но думаю, скоро смогу. Надеюсь на это. Блин. Так. Лично исследовать окрестности. О. Отлично. Еще какое-то. Что же, что же за чертилы? Откуда они взялись? Так, о происках стало известно. Ну это жопа. Не, провалились происки. К сожалению. Что вообще происходит? Откуда у меня столько мудаков всяких? Плошные эти. Чертилы. Потребовать выплаты требую. Вот тут Арабская империя. Ну-ка, первый наследник. Ну-ка. Могу ли я ваша внучка? Матрилинейный брак. Ну ладно. Так, монголов пока нету. Блин, я им тут все застраиваю. Почему все... Ну там в основном мудаки против меня возбухают. Ну вот мыслитель тоже один был. Но это только один. В основном всякие злодеи. В основном мыслители на моей стороне. Потому что это разумно. Ваш вассал и соперник. Ваш вассал и соперник. Охереть, сколько мудаков? Могу в тюрьму заключить? Да, но это проявление тирании. Ну и не получится, соответственно, его заключить. А похитить могу? Нет. А этого похитить? Надо самого сильного, наверное. Вот кто он по характеру? Великодушный авантюрист. Давай похитить попробуем, не знаю. Давайте за царицей проследим. Она была мне неверна. Все узнают. Разведемся. Отлично. Пошла нахер. Так. Ну у меня уже 60. И что, я ни с кем не могу? Ну он с Закарпатьем может. Нет, там у них есть какие-то уже хахари. Ладно, с ОСХ-ом попробуем. Сказать, все, конечно, не получится, но... Почему бы нет? Главы конфессии из долота прошу. Не получилось похитить. Происки раскрыли. Короче, два мудака претендующих. У меня опасная ситуация. Ну сыну достанется с ними разбираться. Потому что у меня стресс почти максимальный. Я уже не могу. Новое, да, стоимость в управлении. Давай вклад в налоги. 82 доход. Ну такого, конечно, не будет у наследника. Это очень много бонусов собрал. Наследное правление. Так. Это значит, что я могу разделение принять. А, ну тут вассал один не одобрит. Ну-ка, мужичак, влияние на нее. Ваш вассал, великий князь Феодор, создал младшую линию плейдера. Ахой, отлично. Блин, сколько мудаков пытаются... ...претендовать... ...на престола. Может, это удастся похитить? Стресс охватил единицы. Давайте еще на охоту. Нихрена, чтобы его убить 8 лет, нужно жесть. Уже не получится, скорее всего. Угловой конфессии, конечно, прошу золота. Так. Республиканский правитель. Вклад налоги с вассалов в республик. Так, теряю я. Теряю благочестие. Я тут думаю, что я в Ёшкар-Оле не могу ничего построить. Написано, только владелец этих селений или Сьюзерин может построить нововладение. Они еще мне не принадлежат. Я уже тут, блин, все застроил. Так. 64% на вот этого мудака. Опа. Получилось. Договорится, отозвать претензии. На царство России и изгнать его, нахрен. Нет, не получится. Влияние тоже. Ну, пусть только претензии отзывает. Все, претензий нет. Хотя бы так. Так, кого там еще? Вот этот тоже. Давай рычаг влияния попробуем. Ну, одного хотя бы мы смогли. Так. Одного мы смогли устранить. Так. В управлении еще что-то. Ежемесячный доход во время войны. Содержание профессиональных полков от ужаса. За уровень стресса. Нет, вообще бред. 88 доход. У главы конфессии прошу золота. Шикарно. Так, на интриге уже некого назначать. Только сына наследника. Ну, давай, вассала все-таки. Потому что сын там, он так замочить пытался. Все. Царь Еремей упокаивается в руках господа в возрасте 67 лет. Он умер от старости. Его прославляли за острый ум, но все же смерть оказалась хитрее. Царь Феодор восходит на трон. Феодор имеет славу выдающегося поединщика. И многие ожидают, что он добьется успехов как на турнирах, так и в сражениях. Правда, 47 лет. Вообще-то он интригант, прежде всего, и садист. А, основа фехтования, да. Ну и бонус к здоровью у него, гениальность, истязания. Ой, детей дохрена, и все причем принцессы. Подожди, ну так наследник нужен, ё. Так, образ жизни, у меня пытки максимально прокачаны, это круто, конечно. Да, охот, смотрите, упал больше, чем в два раза, 32. Было 88. Ну давайте интриги еще покачаем. Так. Надо с этой наладить с королевой отношения. Фракция очень сильная есть. Попробуем успеть сфабриковать рычаг влияния, хотя вряд ли уже получится. Так, еще тут с Византией. Давайте, союзик, у них там проблем нету? Нет. Как раз они сильные. А наследница? Пока непонятно, с кем ее вообще можно, пока ни с кем. Так, врача назначил патриарха. Врачу. Блин, 47 лет, до хрена на самом деле ему уже. В общем, да, из-за этого будут проблемы, из-за того, что ему 47. Почему-то еще будут потери, титулы из-за дочери. Короче, нужен наследник. Нужен делать наследника, но делать это будет сложно, потому что 47 лет, опять же, 3 года осталось до того, как он бесплодие, что ли, получит. Или еще, мясник, смейтесь, дизайн. И королева старая, короче. Ну, и хотя нет, не старая, 42, но... В общем, будет тяжко. Как именно оно будет, вы узнаете уже в следующей части прохождения. Не забывайте, хотите ставьте лайки и всякое такое, короче. Пока.